Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ в студии Инны Емельянова. Расскажем о главном к этому часу. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Количество заболевших и госпитализированных жителей Волгоградского региона неумолимо растет. За последнее время увеличилось число госпитализируемых взрослых пациентов с COVID-19. А вот детская заболеваемость, наоборот, постепенно стабилизируется. Эти и другие вопросы губернатор Андрей Бочаров обсудил на оперативном совещании, которое прошло в формате видеоконференции. Ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекции стабильно превышает 2000 человек. Также наблюдается серьезный рост числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями. В феврале каждую неделю регистрируется порядка 50 тысяч новых случаев у ОРВИ. В три с половиной раза больше, чем в январе этого года. Заболеваемость во всех возрастных группах выше пороговых значений уже на протяжении двух с половиной недель. Нагрузка на первичное звено системы здравоохранения региона предельно высокая, отметил губернатор. Ежедневно растет число пациентов с COVID-19. Только за последние 10 суток количество госпитализации выросло на 30%. Также на четверть, почти до 4 тысяч человек, возросло общее количество пациентов, находящихся в инфекционных госпиталях, из которых 289 пациентов, пациентам медицинская помощь оказывается в реанимациях и в палатах интенсивной терапии. В Волгоградской области прививки уже сделали 1,520,000 человек. Это 95% от плана, установленного Минздравом России для региона. На прошлой неделе на заседании Оперштаба Волгоградской области, исходя из объективного состояния санэпидситуации и прогнозов ее дальнейшего развития, был принят ряд дополнительных решений в условиях стремительного распространения штамма «Омикрон». Андрей Бочаров еще раз призвал неукоснительно выполнять все решения, принятые оперативным штабом Волгоградской области по борьбе с COVID-19. Глава региона обратил внимание, что среди поступающих в стационары людей растет доля пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой и очень тяжелой форме. В основном это люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Наиболее подвержены тяжелому течению болезни, не прошедшие вакцинацию. В то же время ситуация с детской заболеваемостью, коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Сокращается количество школ и классов, находящихся на карантине. Сейчас полностью на карантин закрыты 8 школ, а всего еще 10 дней назад таких школ было 85. Доля детей, проходящих стационарное лечение от коронавирусной инфекции, в общем числе пациентов инфекционных госпиталей, за две недели снизилась почти вдвое, с 11 до 6%. И снова в Волгоградской области обновлен антирекорд заболеваемости COVID-19. 2222 жители региона заразились за минувшие сутки, из них 665 дети. Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 31 районе региона. В Волгограде 479 больных, в Волжском – 322. Полную картину заболеваемости по всем муниципалитетам вы можете видеть на своем экране. К сожалению, за минувшие сутки зафиксировано 11 летальных исходов. А вот победить инфекцию смогли 402 человека. Еще 34 единицы современного оборудования, в том числе эндоскопы и мониторы пациентов, поступили в поликлиники и ЦРБ Волгоградской области с начала этого года. В 2021 году по губернаторской программе модернизации первичного звена учреждений здравоохранения регион закупил более 200 единиц медицинской техники. Эндоскопическое оборудование поступило в медицинские учреждения нескольких районов области, а также поликлинику номер 2 Волгограда. Мониторы пациентов поступили в Дубовскую ЦРБ. Пополняется и парк специализированного медицинского транспорта. В 2021 году в поликлиники и больницы региона поступило 110 санитарных машин. На них работают выездные бригады амбулаторного звена. Создание основ современной системы здравоохранения Волгоградской области – задача, поставленная губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года работами всех видов охвачены свыше 600 медучреждений. На 100% обновлен парк скорой, возрождена санитарная авиация, продолжается модернизация ключевых служб. Модернизация первичного звена включает в себя также строительство новых и капитальный ремонт действующих лечебных организаций, установку современного оборудования, пополнение кадрами. На эти цели до 2025 года выделяют свыше 11 миллиардов рублей. Дополнительные ресурсы для реализации масштабных планов обеспечивает включение предложений региона в нацпроект здравоохранения. Волгоградские подростки составят собственное меню для школьных столовых. В областной столице стартовал конкурс, участники которого учащиеся 8-10 классов будут разрабатывать блюда для своих завтраков и обедов. Ребятам предстоит провести среди сверстников анкетирование, выучить теорию, научиться составлять технологические карты, рассчитывать калорийность и пищевую ценность блюд. На заключительном этапе каждая команда приготовит несколько блюд из собственного меню. Главное условие – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Оценивать старания учеников будут профессиональные технологи, шеф-повара известных волгоградских ресторанов, а также мамы и папы. Итоги конкурса подведут в конце учебного года. Лучшее меню появится в школьных столовых уже в следующем году. В департаменте по образованию администрации Волгограда отметили, что проект поможет детям освоить принципы здорового питания. Желатин они используют не для приготовления кулинарных шедевров, а побед добиваются, проводя дни, месяцы и годы на тренировках и соревнованиях под водой. Более 200 юных спортсменок из различных регионов страны прибыли в Волгоград и приняли участие в четвертых по счету всероссийских соревнованиях «Звездочки на Волге». Почему многие из тех, кто занимается синхронным плаванием, считают, что это больше, чем спорт, расскажет Лейла Джумалиева. Желатин сохраняет прическу, а косметики – не страшная влага. Зажимы на носу, терпение и сила воли позволяют этим девочкам находиться под водой длительное время. Занятия в одном из самых российских по количеству побед в виде спорта начинаются с самых малых лет. Самая юная наша спортсменка получила медаль с 17-го года рождения. Мы провели для них самые простые обязательные упражнения, которые называются «Дельфиник-1». Во второй день соревновались категории 12-ти моложе и 13-15 лет и юниоры. Они сдавали более сложные фигуры. Бассейн для этих крох спортсменок стал родным домом. Без воды они не могут жить, так же, как и без воздуха. «Дельфиник-1» Можно сказать, как уже есть какие-то проблемы, то есть она как забирает вот эти все плохие эмоции. И то есть для нас вода уже стала как ходить по земле. Каждая из них, в первую очередь, боец самим собой. Не только чувствует ритм музыки и умеет надолго задержать дыхание под водой, способно справляться с элементами из различных видов спорта. Мы акробаты, мы и прыгуны в воду, мы и гимнастки, мы и атлеты. То есть девочки умеют все. Плюс это дисциплина, плюс это прекрасное времяпрепровождение. Он не травматичный вид спорта совершенно. И очень-очень эстетичный. Для меня синхронное плавание – это вся жизнь. Я пошла туда шести лет, хоть и шести лет. Это для меня уже был большой возраст, но я уже привыкала к синхронному плаванию. Мне нравилось. На соревнованиях и те, для кого это очередное состязание, и те, у кого это первые серьезные старты. Например, для этих маленьких агенток 007. Их главные болельщики и помощницы – мамы, которые сопровождают их в этом очень нелегком, но очень зрелищном виде спорта. Не спим ночами, очень волнуемся, чуть ли знаете не до потери сознания. Вместе с нами переживает тренер, швея, которая шила нам костюмы, которые мы расклеиваем сутками стразами, украшаем, каждый раз что-то придумываем, чтобы они были самыми яркими и красивыми, потому что в синхронном плавании есть оценка как впечатление, и мы стараемся, чтобы она была самой высокой. Синхронности в грациозных движениях можно добиться только благодаря упорным тренировкам. Главное – терпеть, верить в победу и не забывать, что каждое соревнование – одна из многочисленных ступенек на пути к вершинам мастерства. Синхронное плавание – это прежде всего труд. Синхронное плавание – это очень красиво, это прекрасно, и хочется стать как Ромашина. Для меня синхронное плавание – это почти как часть жизни. Соревнования прошли с разрешения регионального оперштаба Роспотребнадзора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Лейла Джумалиева, Александр Шишин. Время новостей. И в продолжении темы звезд. Высокий профессионализм, яркий темперамент, природные харизматичность и эмоциональность. Коллектив волгоградской молодежки отметил юбилей Игоря Мишина. Ведущему актеру театра исполнилось 55 лет. В день рождения он выступил в спектакле «Пиковая дама», причем в неожиданной для многих роли. Образ хранительницы «Тайны трех карт» непостижимый и таинственный. Она олицетворяет образ неминуемого рока. И хотя роль женская, но Игорю Мишину этот факт нисколько не мешает. Постановка Николая Каляды по мотивам всем известной повести Александра Пушкина позволяет хулиганить, признается ведущий актер молодежки. Однако в полной мере показать влияние «Пиковой дамы» на судьбу героев задача не из легких. Мы, когда и начали пробовать репетировать эту роль, разговор был о том, что ни в коем случае не пытаться изображать женщину, барышку, пусть даже пожилую женщину. Нет, вот такой, как есть. Это роль, на мой взгляд, это какие-то вот пробы, шажки для каких-то других, для какой-то другой, для каких-то других материалов. Это мне вот это очень любопытно, вот в эту сторону, в большей степени. Игорь Мишин – один из самых интересных и любимых зрителям Волгограда актеров. Его биография яркая и насыщенная. В 1989 году окончил Волгоградское училище искусств, работал в Рязанском государственном областном театре драмы. С 2007 года в Волгоградском молодежном театре сыграл немало запоминающихся разноплановых ролей. Александр Вершинин в спектакле «Три сестры», отец Уэлш в «Тоскливом западе», Генри Миллер и Глеб Парадизов поприщен в записках сумасшедшего. Мы в прошлом году отметили 15-летие, и, естественно, Игорь Алексеевич находится с его основания здесь. То есть основные спектакли, великие спектакли, те, которые были поставлены на этой сцене, в этих стенах, естественно, он в них принимал участие. В большинстве спектаклях он играет в главных ролях. То есть большую букву – это артист Волгоградского молодежного театра. В этом театральном сезоне «Молодежки» Мишин играет роль Толстого в премьере «В открытом море». Также актер занят подготовкой к премьерному выходу работы «Знаешь все эти границы». Это совместное творчество коллектива Волгоградского молодежного театра и театра из французского городка Оль-Нуа-Эмири. Большой профессионал своего дела, замечательный человек. С любой просьбой, я не знаю, с чем угодно можно к нему подойти, получишь совет от одобрения или помощи. Поэтому с ним мы сделали много чего. Он мой большой друг, я его уважаю, ценю, люблю, пусть и даже быть не скромно. Если можно было его охарактеризовать двумя словами, я бы сказала, что он талантливый хулиган. Человек, который очень открыт ко всему новому, современному. И, можно сказать, благодаря Игорю Алексеевичу мы вообще познакомились с многими новыми направлениями, интересными пьесами. Бенефис бесспорно удался. Захватывающий спектакль «Тройка, семерка, туз или пиковая дама» и непревзойденная Игра Мишина в очередной раз не оставили зрителей равнодушными. Волгоградцы от всей души поздравляли юбиляра. Я желаю Игорю Мишину гармонии, его внутренней творческой жизни и желаю ему дальнейшего процветания, и чтобы он радовал своих зрителей в Волгограде и в Волжском. В адрес юбиляра звучали поздравления от коллег, знакомых и близких друзей. Еще, казалось бы, совершенно вчера мы, будучи студентами училища искусств, наши мечты, наши планы, они как космические корабли, бороздили просторы Вселенной. Желаю вам от всей души, чтобы как можно больше самых дерзких, творческих планов было осуществлено. Я желаю много хороших побед, как режиссер. Я желаю, чтобы ты был здрав, крепок. Команда телеканала МТВ поздравляет Игоря Мишина с юбилеем. Желаем, чтобы творческий поиск всегда был результативным и успешным, вдохновение неиссякаемым, а талант и трудолюбие по достоинству оцененными. Ольга Цымбаруич, Инна Емельянова, Глеб Волков. Время новостей. 14 февраля – это не только праздник влюбленных. Сегодня отмечается и Международный день дарения книги. Это один из самых молодых праздников в календаре. Он объединяет всех, кто не только любит читать, но и с удовольствием дарит возможность общения с книгой другим. Ежегодно в празднике принимают участие жители более 30 стран мира, включая, естественно, и одну из самых читающих на планете Земля – Россию. День влюбленных в книгу для своих читателей организовал и провел коллектив Волгоградской областной библиотеки имени Горького. Артемий – страстный книголюб и постоянный читатель Горьковки. Сегодня и сам решил пополнить библиотечный фонд ценными книгами из личной коллекции. Принес собрание сочинений Маяковского, самоучитель игры на гитаре, русско-немецкий словарь, учебник по курсу математического анализа. Я с ними ознакомился, мне они очень понравились. Я решил, что здесь, в библиотеке, с ним может ознакомиться большее количество людей, и им они нужнее, чем мне, потому что я знания с них получил, прочитал и решил их дальше, чтобы они пользу приносили людям. Значительно пополнить с новинками книжный фонд библиотеки удалось благодаря федеральной субсидии. Однако акция «Книга дарения», которая проходит в библиотеке имени Горького уже в шестой раз, помогает его разнообразить. Сегодня в наш международный день влюбленных книгу нам подарили около 200 книг. Дарят в основном художественную литературу. К дню влюбленных в книгу сотрудники Горьковки подготовили насыщенную программу. С помощью аудиогида посетители познакомились с популярными в регионе техниками декоративно-прикладного искусства. Желающие приняли участие в интеллектуальном поединке для эрудированных романтиков, рандеву с книгой, музыкально-поэтическом марафоне о любви на разных языках. День влюбленных в книгу в Горьковской библиотеке стал традиционным, и с каждым годом желающих приобщиться к празднику становится все больше, особенно среди молодежи. Уже второй год работает на базе библиотеки молодежный центр «УМ», который пользуется очень большим спросом. И как мы видим сейчас, вот как раз молодые люди, которые нас окружают, они приходят в библиотеку с большим удовольствием, потому что библиотека – это не просто хранилище книг и выдача книг, а это еще и культурно-информационный центр. Еще одно интригующее событие – после интеллектуальной игры на романтическую тему все, кто искал пару, отправились на быстрое свидание. Извините, звоночек, и также парни пересаживаются. Из-за этого времени важно как можно больше раскрыться, чтобы твой собеседник, партнер по игре тебя узнал лучше и потом выбрал тебя. Потом девушки заполняют карты симпатий, и мы выбираем, парни тоже заполняют, мы выбираем пару. Пара у нас получает в награду сладкие призы, книги и билеты в филармонию, чтобы у них была возможность пообщаться. Я целевая аудитория. По жизни одиночка хочу это изменить. Сошлись на том, что нам нравится классическая музыка. Праздник влюбленных в книгу в библиотеке продолжался весь день. Кто-то из посетителей Горьковки наблюдал за ловкостью рук фокусников. Молодые писатели и музыканты собрались на бирюзовые посиделки. А каждый, кто проявил смекалку в беспроигрышной лотерее, получил на память подарок. Ирина Абрамова, Виктор Хиврин. Время новостей. А к этому часу у меня все новости. Итоги дня подведем уже в 20.00. Не переключайтесь.